МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадиокомпании Гомелю, студии Натальи Игнатенко, глядите ухэтым выпуском. С любовью до малой родимы, сегодня в регионе прошел областный семинар по вопросам доброго парадкования. Сябры и партнеры Гомельской области итальянская Эмилия Романья планует реализовать новую программу в социальной сфере. Телебачение высокой выразности. В листопаде в регионе появится возможность принимать телевизионный HD-сигнал. А сейчас об этом меньшем больше подробно. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел встречу стариновитой молодью у Гродзинском университете имя Янки Купалы. В зале присутствовали так же студенты медицинской и аграрной высшейших научных установ. Керавник державы означал, что ВНУ Гродзинщины – соправданные интеллектуальные центры не только для региона, но и для всей страны. За все это важно, чтобы умовы научения были приближены до реальных умов будущей деятельности. Беларусская система эдукации должна рихтовать специалистов новой формации с добро развитыми предпринимательскими навыками. Вас, сверстников Ваших, по всему миру называют сегодня поколением Зет. Но для меня Вы, прежде всего, молодость и молодежь нашего государства. Вы – будущее. И от того, какими будете Вы, такими будет и страна. Вы войдете в историю как ровесники суверенной Беларуси. И в этом Ваша отличительная особенность и уникальность. Все мы, кто стоял у истока в становлении нашей страны, видим в каждом из Вас – это будущее. Будущее нашей страны. И мы верим, что оно в надежных руках. И глядя сегодня на Ваши успехи и достижения, я еще раз об этом подумал. Обучаясь, многие из Вас активно занимаются научной деятельностью, стремятся к самосовершенствованию. И это показатели эффективности системы образования, а также мастерства Ваших преподавателей и научных руководителей. Есть тренер, есть команда спортивная, есть преподаватель, есть талантливое будущее ученое. Поэтому все зависит от преподавателя. И я вижу, что Гродненские вузы являются интеллектуальным центром и не только области, но по отдельным направлениям и нашей страны. Надо в этой связи, чтобы условия обучения были максимально приближены к реальным условиям будущей деятельности. Система образования должна поощрять инициативу, готовить специалистов новой формации с хорошо развитыми предпринимательскими навыками. Это требования современного мира. Зачастую мы страдаем именно от того, что не умеем выгодно представить интересы и возможности нашей страны за рубежом. Максимум открытостей. Миновата на такий формат сносинов на цель у студентов керавник державы. У вынику размова со студентами отрималася вельми грунтовной и щирой. Обмерковали самые разные темы. Шмат питаний у так або инак штичилися процессу навучания. Президент выступает супрац для эпоха копирования чужих систем эдукации. Треба не ломать, а удосконаливать свою. Говорили об необходимости стимулировать наимальников, особливо приватных, притягивать студентов до працы. Закранули развитие усяго Гродзенского региона. И он отримал высокие оценки от лидера. Ну а попередничал в размове со студентами комплексный погляд на развитие областного центра и усяго Гродзенского региона. Керавництво в области доложило об проблемах у сельской господарцы. За надворье есть недобор позбожжи. Об социально-экономичных перспективах и городобудовничих в дальнейших планах Гродна президенту рассказали на пляцовце агротуристичного комплексу Коробчицы. Областные центры повинен развиваться без спешки и забудовываться с розумом. При этом необходимо развивать и населенные пункты у сельской мясцовости. Знаходить своего рода розыночки для их выкористания у темлика у сферы агротуризма. Узмаснение взаимодействия, советов розных узровнев и больше активное распосудживание на працеванного опыту. Сегодня в Мазырском районе прошел масштабный областный семинар по пытаниях доброго парадкования населенных пунктов у Год Малой Радимы. В его работе приняли удел керавники выканаучей и распорадшие улады. За новоценными распроцовками ознайомился Олег Синцерову. Работа семинара почалася у самым старожитным местом города – Мазырским замком. Неколи тут жила шляхта, а по святых играли оркестры. Сегодня ту атмосферу поспробовали отродить знову. Але интерес у денеков семинара до Мазырского замка выкликана не только цикавостью до истории. Это не просто музей, а приклад рационального у Крастани земли, якая находилась у Занепаде. До середины 2000-х, когда это место было пустой, это первый замок – популярное место у Мазырани туристов. Тема доброго парадкования сегодня у Вогулись город приоритетных. Подчас семинару за делом Керовников Советов Депутатов Розных Узровнев размова об шляхах реализации указа президента о пустуючих и старых домах. Еще одна актуальная проблема – были будинки социальной сферы, в какие они выкористовываются, сельские клубы, библиотеки, крамы. Сегодня их не мог чем опродать, навык по минимальной цене. Мы пришли к выводу такому, что их уже необходимо сносить, особенно там, где они расположены близко к полям, к сельскохозяйственным землям, для того, чтобы их снести, захоронить и эти земли отдать сельскохозяйственный оборот. Мы сегодня разрабатываем в Гомельской области такой перечень объектов наиболее крупных и наиболее сложных, которые сносы для того, чтобы искать для них финансирование. Непосредственно в Мазырском районе значная частка таких будинков знесена, те утягнута в оборот с допомогой местовых сельскохозяйственных предприемцев, размещенная в районе субъекта господарения, в уголе оказывает значную допомогу в наведении парадков в насильных пунктах, причем справа не обмеживается одним накерунком. За кошт совгаса кабинета «Зара» у агрогородку Рудня попадала на православная церква. Местовый лесгаз вырабляет скультурные композиции. В этом году тут навык новую посаду вели резчика по древе. В районном совете депутатов лечить, что час самородных композиций из полиэтиленовых бутылек и кумбу автомобильных шин пройшел тем больше, что иначе и погаршают экологию. Мы больше сейчас делаем упор на металлические, которые более современные, более усовершенствованные, которые требуют меньше ухода. То есть принцип таков, что меньше, больше потратился сегодня, но получил эффект экономический в будущем. Удельники областного семинара «Пиракананы» для того, как занимается доброупорядкованием эффективно, необходимо налаживать больше тесное суппорционистов помежь советами разных узровнев, что у речи дозволить засекать основные меты органов выконавчей и распорядочной влады, повышение узровневой жизни местного населения. Ещё, так скажем, 10 лет назад, для того, чтобы наше сельское население, молодёжь наша, не уехала в город, неважно это будет Мозыр, Калинкович, Игумир или Минск, а остались на месте работы. Для этого были созданы условия на территории наших сельских населённых пунктов. Мы, благодаря устойчивой работе сельскохозяйственных организаций, начали строить не только дома усадебного типа, но и на квартирные жилые дома, что для молодёжи очень комфортно и удобно, мы не закрыли ни одну школу за этот период времени на селе, то есть для того, чтобы был и детский сад, и школа, достойные условия, ну и, конечно, достойную заработную плату. Поэтому, благодаря вот этой тенденции, если пять лет назад у нас сельское население было чуть больше 19 тысяч, то на сегодняшний день это 20 тысяч 800 человек проживает у нас на селе. Олег Синчаров, Валерий Капанько, телерадиокомпания «Гомель», Мазырский район. У Гомеля с офицейным визитом знаходится делегация итальянского региона Эмилия Романья. У ее составе – представники ведущих ассоциаций, которые работают с нашей областью по гуманитарных программах. Сегодня отбылась встреча итальянских специалистов с керавницей Гомельского облавы Конкама. Мета-визиту – мониторинг реализации девочих программ и вызначение новых накерунков взаимодействия в социальной сфере. Керавник итальянской делегации Барбара Лоры означало, что в последние годы появились новые перспективы для совместной работы. Утемлику про супрацовництво по широку европейских программ. При этом важно заховать и те проекты, которые уже реализуются. В первую очередь – разума об оздоровлении белорусских детей в Италии. Кали казать про новые программы, я не закрануть медицину и эдукацией. Работа предстоит большая. Во время своего визита мы посетим социальные учреждения, школы, больницы, проведем ряд встреч. Пока могу сказать, что сделанное ранее достойно высокой оценки. Мы с удовольствием хотим продолжить то, что уже было заложено за годы сотрудничества. Но сегодня мы понимаем, что нам нужно двигаться вперед. Необходимо использовать весь энтузиазм как белорусской, так и итальянской стороны с тем, чтобы была возможность работать на другом уровне, в более серьезных европейских программах. Какие именно будут применимы для Гомельской области, мы будем точно знать после окончания визита, когда детально все обсудим. Впрочем, тема международного супрацовництва. Каля 20 ВНУ Беларуси и Украины примуть удел у першем форуме регионов, який на наступном тыдне пройдет в Гомеле. Мероприемство организуют на двех пляцовках. Примать гостей будут у ГДУ имя Франциска Скарины и ГДТУ имя Паула Сухога. Як означал начальник Головного управления эдукации Аблы Канкама Сергей Порошин, форум предоставляет добрые макчимости для наладживания взаимовыгодных осупрацовництва и реализации суместных проектов. Навуковцы с Беларуси и Украины, больше как 100 человек, поделятся своим опытом и обмеркуют пытания будущей суместной работы. В уприватности плануется подписание широкопогоднений у самых разных накерунках – навуковой, адукационной и молодежной деянности. Так само макчима проведение академичных обменов помеж ВНУ. Это позволит нам более расширить свои возможности в плане изучения международного опыта, познакомиться более глубоко с опытом работы как в Украине, так и в Беларуси высших учебных заведений. Ну и самое главное – это будут крепкие дружеские отношения между студентами и преподавателями высших учебных заведений. 20-го Кастричника пройдут черговые субботние промыя линии. У Гомельскими облывыканками на Сувязи будет наместник старшини Андрей Конюшка. Номер телефона – 33-12-37. Гомельчане могут задать пытанье наместнику старшини Харвы Канкама Виталю Атаманчуку. Номер – 75-19-54. Час работы промых линий – с 9 до 12-1. Беларусское телебаченье выходит на новый якостный узровень. В листопаде уже хара у Гомельской области появится мягчимость принимать телевизионный HD-сигнал. Зараз заканчивается тестирование обсталевания для перехода на формат высокой выразности. Как отримать новую картинку, расскажет Настасья Кучинская. HD-телебаченье позволяет отримывать на ваших телеканалах выяву больше высокой якости. Маленок, как правило, складается с 2 миллионов пикселей. Это в 5 разу больше деталей, чем при стандартной выразности. Чем больше пикселей, тем богатее выява в колерах и дробязях. С 1-го листопада в теле-глядашу Гомельской области появится мягчимость отримывать в таком виде национальные каналы. С початку 5 – Беларусь, 2 – Беларусь, 5 – ОНТ, СТВ, МИР. Поздней долучатся Беларусь-1 и Беларусь-4. Картинка не будет рассыпаться на какие-то квадратики, то есть не будет сыпаться. Она будет более насыщенной, цвета будут более насыщенными. Увеличится еще и звук. Для абонента он будет более объемным, будет позволять находиться в центре событий, просматриваем телепередачи или фильмы. Для того, как отримывать яркую картинку, якосный гук, ваш телевизор повинен отримывать сигнал высокой выразности – Full HD. Проверить это можно у инструкции. Как правило, такая функция есть во всех телевизорах, выпущенных после 2016 года. Так что, когда вы отримываете звычайные телевизийные соцпакеты, у вас есть Full HD, в листопаде нужно будет просто еще раз включить пошук каналов. Настройки телевизора никакого не требуются, по той простой причине, что если приемник современный, то он изначально уже в автоматическом режиме поддерживает данные функции. Нашел канал, который непосредственно передается и получил картинку в хорошем качестве. Если у вас IP телебачки, то клиент кабельного оператора нужно доведаться, то можно дать вам новую послугу. По колью Гомельской области до этого готовы не все. Если не можно, будете принимать кабельный сигнал той же якости, что и ранее. Глядачи, которые не являются уладальниками Full HD телевизора, и покой не плануют яху набывать, так само могут не переживать. Звычайное эфирное телебачение протягнет працавать. Настасия Кучинская, Павел Антонов, телерадиоэкомпания Гомель. Вечер, коли спевает душа. На сцене Палаца культуры Челгуночников отбылася долго-чаканная концертная программа «Тэнарысиме». Гэта масштабный международный проект Гомельской областной филармонии за делом знакомитых артыста у России, Израиля и Украины. Программу склали творы самых розных на перший погляд несумешальных жанров. Вероника Ворошилина протягнет. На творшем рахунку эстрадно-симфоничного оркестра имя Юрия Василевского Гомельской областной филармонии немало смелых проектов. Яны дают житсю неординарным артистичным союзам и ведут до сопротивления с замежными музычными коллективами. У новым концертным сезонным таким ярким творшим подарунком для слухачев стал международный проект «Тэнарысиме». И он объединял на одной сцене высокопрофессийных гомельских музыкантов и сусветно-вядомых артистов. У супроводжения оркестра выступил знакомитый оперный спевак «Израильский повороте» Яуген Шапавалов. Концертную программу так само пригожил «Золотый голос оперной сцены Украины» у Владислава Гарай. Специальный гость вечера – российский спевак и композитор Виктор Чайка. У выполнений запрошенных артистов учали проникненные музычные творы на самых разных мовах. Однако яны не потребовали перекладу, бо спрямались душой и сердцем. Концертная программа выбрала у себя творы самых разных жанров – оперные ары, русские романсы, классичные композиции и сучасные эстрадные хиты. Многие из них подавались у оригинальной аранжеровцы, выконывались дуэтами и трео. Тенорисами – это свой особливый творчий эксперимент, который получил разностайность музычных стилей, высокопрофессийное выполнение номеров и блескуший гумор. Академические концерты, на мой взгляд, немножко искусствоватые, а эстрадные – сильно серьезные. Мы вам сейчас принесем эскул, вас поднимем на какую-то невообразимую высоту. Мне нравится, когда это все приходит легко, с юмором. Юмор вообще очень ценен. И самоирония, и ирония, и все, что с этим присуще. Вы сразу поняли, что мы должны идти по пути веселого, легкого, искаментного концерта. Я думаю, у нас получится. Масштабный международный проект Тенорисами с оправдой отрымался вельми неординарным и запоминальным. Гомель стал отправной кропкой этого поспехового музыкального эксперимента, который имеет все шансы на дальнейший протяг. Я надеюсь, что мы, может быть, или повторим этот концерт когда-нибудь, или прокатим этот концерт по Беларуси. Это, собственно, и была моя мечта, потому что я вырос и родился в Барановичах, Беларуси. И до 18 лет жил именно здесь. И вот пришло время, наверное, вернуться на родину и вернуться так, чтобы услышали и зрители, и слушатели услышали то, что нам хочется им донести. Вероника Ворошилина, Йоген Макеенко, телерадио «Кампания Гомель». Это и так сама иншая новина вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvergomel.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Сегодня с утра в Реческом районе один за одним прозвучало несколько взрывов достаточно большой мощности. Клубы черного дыма поднимались в воздух, но опасаться жителям близлежащих деревень было нечего. На полигоне проходил учебно-методический сбор с сотрудниками следственных подразделений области. В мероприятиях по повышению уровня профессионального мастерства, кроме полусотни опытных следователей, принимали участие представители Государственного комитета судебных экспертиз Гомельской пограничной группы ВЧ-5525 и МЧС. Собравшимся сначала продемонстрировали основные виды боеприпасов и взрывчатых веществ, с образцами которых есть вероятность столкнуться в практической служебной деятельности. Затем на полигоне были взорваны тортиловые шашки. По глубине и размеру оставленных на земле воронок у следователей была возможность наглядно оценить какой след оставляют взрывчатые вещества различной мощности от 100 граммов до килограмма. Последние два взрыва были наиболее интересными. Организаторы смоделировали ситуацию террористического акта с подрывом автомобиля. Следователи и эксперты смогли отточить свое мастерство и на практике отработать действия при расследовании подобных преступлений. Один был направленный взрыв, который имитировал подрыв машины, которая стоит в пробке, когда преступник может поставить зерное устройство на крышу. И второй подрыв был произведен, когда мы сымитировали, что преступник заложил зерное устройство под днище автомобиля. Следователь должен в первую очередь организовать работу, должен обеспечить охрану места происшествия, оцепления, обеспечить участие в осмотре необходимых специалистов и действовать по методике такого осмотра. В рамках подписанных соглашений о сотрудничестве с университетом имени Франциска Скарины и гомельским филиалом Международного университета МИЦО в учебном сборе приняли участие студенты юридических факультетов этих вузов. Будущим следователям и экспертам представилась возможность оценить ситуацию, которую, к счастью, вряд ли увидишь в реальной жизни. Сегодня мы смотрели осмотры взрыва, осмотры места происшествия. Это очень полезно с точки зрения практики, когда люди, которые владеют своей профессией на самом высоком уровне, они нашим студентам, они тут присутствовали, это все показывали, демонстрировали. То есть то, что, как говорится, можно и посмотреть, и пощупать. Студентов хотелось гораздо больше приехать, чем вот мы приехали. Сегодня пять человек, иногда больше гораздо участвуем. Я же говорю, был конкурс. Кто поедет? Поэтому приехали лучшие. К другим новостям. В деревне Узаба до Кошелевского района спасатели тужили гараж вместе с припаркованным в нем Хондо Аккорд. И это уже были не учения. В результате пожара огнем уничтожен автомобиль, кровля гаража и имущество внутри. К счастью, обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ. На границе вновь отличились служебные собаки кинологического отдела Гомельской таможни. На этот раз одна из овчарок учила марихуану в автобусе, который следовал в Украину через пункт пропуска «Новая Гута». Тайник находился в личных вещах водителя, гражданина нашей страны. Вещество было завернуто в полимерную упаковку. Специалисты Комитета государственных экспертиз дали заключение, что это марихуана. Водитель автобуса задержан. Возбуждено уголовное дело. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. В продолжение эфира телеканала «Беларусь-4 Гомель» новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Еще один представитель Беларуси на чемпионате мира по дзюдо среди юниоров уступил в 1-8 финала. Ульяна Миненкова не смогла одолеть спортсменку из Японии. К слову, представители этой страны на данный момент возглавляют медальный зачет. По итогам соревнований воспитанница Гомельского областного центра Олимпийского резерва единоборств заняла 9 место. Хоккейный клуб «Гомель» вновь сильнее молодежной сборной страны. На этот раз молодежка была повержена у себя дома. Команды очень долго присматривались друг к другу. Ждать голов болельщикам пришлось до третьего периода. Зато в заключительной третьей команды прорвало. Первое взятие ворот случилось через 15 секунд после перерыва. Шайбу забросил Мусиенко. Спустя несколько минут партнера поддержали Колосов и Житких. Хозяева все-таки смогли однажды огорчить Мерзлова. Правда, после этого опять пропустили. Итог 4-1. Завтра в Гомеле состоится областное дерби. Начало в 13.00. Завтра стартует шестой тур чемпионата страны по мини-футболу. Представители региона свои матчи проведут на домашних площадках. БЧ сразится с Гродненским УВД «Динамо». Игра пройдет в спорткомплексе «Локомотив». Начало в 13.00. Сразу после этой встречи на паркет выйдут один из лидеров первенства ВРЗ и Микошевичский гранит. Светлогорский ЦКК сыграет со столичной командой «Охрана Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 14.00. Завтра состоится и очередной тур в чемпионате страны по футболу в первой лиге. Центральный матч пройдет в Бобруйске. Лидер турнирной таблицы «Мозорская славя» поборется за очки с еще одним претендентом на повышение в классе на следующий сезон «Белшиной». «Гомельский локомотив» также сыграет в гостях соперник «Новополоцкий нафтан». «Химик» сразится с Лидой, а «Житковический ЮАЗ» дома примет сморгонь. Сегодня в Гомеле стартовали республиканские соревнования по конному двоеборью и спартакиада детско-юношеских спортивных школ. Представлены все профильные учреждения, в которых культивируют конный спорт. Участие принимают 24 спортсмена. В программе соревнований «Манежная езда» и «Конкур» Судейский комитет отмечает, что уровень очень высокий, ведь ребята готовились целый год и понимают, что на кону стоит очень многое. В первую очередь на подобных стартах они могут приобрести бесценный опыт, а также проверить свое психологическое состояние, что является очень важным уже во взрослом спорте. Такой уровень соревнований показывает готовность нашего резерва, юных спортсменов, и он считается очень важным в рамках республиканского календаря. Одни из основных соревнований. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4.